Реальная жизнь не похожа на глянцевую открытку. Переезжая в другую страну, люди открывают для себя новый, непривычный мир. Мы беседуем с теми, кто обосновался за рубежом, и говорим о повседневной жизни. ProLife – проект портала Life Overseas. Всех приветствую, Сергей Рымов у микрофона. Подкаст, который посвящен жизни за рубежом, очередной выпуск. И сегодня мы отправляемся в такое виртуальное путешествие в Турцию. И в Турции у нас на связи Сергей Волченков. Он руководитель агентства недвижимости Tolerance, живет в Турции давно. И много интересного может нам рассказать. Сергей, привет, рад тебя слышать. Здравствуй, Сергей. Спасибо за приглашение. Ну что, мы сегодня договорились поговорить о такой важной вещи, как выбор места для жительства в Турции. Но, Сергей, давай-ка сначала я тебя спрошу, насколько сам ты давно в Турции, и когда переехал, и как ты сам выбирал город, в котором живешь? Ну, естественно, где ты живешь? Ты знаешь, я живу в Турции вот уже, наверное, 19-й год. С 2003 года я здесь. То есть почти уже 20 лет будет. Давно, давно, да. Да, уже давно. Ну, я живу в Анталии, да. Я в свое время, 20 лет назад, как бы обдуманно город не выбирал. Но сейчас я вижу, что получилось идеально, скажем так. То есть ты не пожалел, что именно Анталия – это место, где ты живешь, работаешь там и так далее? Абсолютно. А вообще, насколько сложно было, оказавшись в Турции, вот в этот турецкий ритм жизни вникнуть? Наверное, же многие привычки пришлось менять, что-то в образе жизни. Безусловно, конечно, переезд в другую страну, он немножко, ну, сложный психологически. Или мы себя так настраиваем, что мы не знаем, как это будет, кто такие турки, а не вообще, что там за люди и так далее. Поэтому, безусловно, непросто, когда ты делаешь это в первый раз, просто непонимание каких-то вещей остается в течение года еще. Потом это проходит. То есть ты просто, может, скучаешь по каким-то друзьям, ты скучаешь по тем вещам, которые ты знаешь, а здесь тебе надо многое узнавать. Но проходит год, и это все прекращается. Достаточно быстрый период адаптации, я бы сказал. А вот скажи, что тебя порадовало в первую очередь, когда ты вот уже стал обживаться в Турции, да? Не первый день приехал, о, солнце, пальмы. А когда ты уже вот пожил какое-то время, вот оп, вот здесь вот здорово у них так придумано. Вот что это такое было? Ты знаешь, порадовало, наверное, сами турки. Ну, мы там что-то немножко про Анталию знаем, солнце, пальмы, море, но зачастую не знаем именно сам народ. И порадовало то, что действительно ты попадаешь в один незнакомую страну. И вот когда люди относятся к тебе именно с желанием помочь, а это есть в восточной культуре, что у них иностранец, это не так, как немножко в Европе, да? Там чуть-чуть чужак. А здесь это гость. Поэтому обрадовало больше всего, что все относятся абсолютно открыто, с желанием каким-то помочь, доброжелательно. Тебе не надо там стоять в каком-то состоянии взвода и смотреть, где тебе прилетит граната какая-то, да? Ты просто живешь с тем, что люди помогают тебе и доброжелательно настроены к тебе. Здорово. Скажи, вот Анталия, что это за город? Каким ты его видишь? В чем его вот плюсы основные? Да, ты говоришь, что тебе здесь очень комфортно. Ты знаешь, наверное, Анталия – это вообще идеальное соотношение города, большого города и резорта, и курорта. У тебя прекрасное море, да, прекрасная набережная. То есть не у многих городов Турции ты можешь покупаться. Например, в таких городах, как Измир, Стамбул, например. Окей, море тоже есть, но ты покупаться там не можешь. Ты должен ехать куда-то, 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 чтобы доехать до пляжей. То Анталия предлагает людям не просто море, но предлагает прекрасные пляжи, обустроенную набережную, одну из лучших в мире вообще сейчас. И оно предлагает преимущество большого города. То есть твои дети могут обучаться в школах, твои дети могут пойти потом в университет. Ты можешь там поехать в торговые центры, в музей, куда-то в горы еще. То есть ты живешь, у тебя все преимущества большого города, инфраструктуры, там больницы и так далее, и все это, если нужно. И потом у тебя идет резорт и море. Сергей, а скажи, в Анталии вообще насколько сейчас много жителей есть, миллион нет? Ты знаешь, сейчас во всей области Анталийска в районе двух миллионов людей живет. И в самой Анталии, именно в самом городе, если брать, я думаю, где-то миллион 300 человек, вот примерно, или полтора миллиона здесь живет. Ну, то есть достаточно большой город, реально. Угу, верно. Ну, вот ты 19 лет живешь. Ты все-таки вот этими преимуществами курортного города, пляжами, ты пользуешься? Потому что, ну, знаешь, есть такое мнение, как вот москвичи на Красной площади очень редко бывают. Мне кажется, что люди, живущие в приморских городах, ведущие бизнес или работающие, они к морю-то не часто выбираются, нет? Ты знаешь, ты абсолютно прав, к сожалению. Если у тебя бизнес, если ты работаешь и бегаешь, то ты выбираешься к морю мало, ну, в летнее время, там, раз в недельку и то, потому что надо детей туда повезти. Но, с другой стороны, к морю выбираешься гораздо чаще просто на прогулку. Ты в любое время, там, зимой даже сейчас, ты берешь жену, ты идешь там по этой набережной, и ты можешь не купаться, да, но именно прогулка вдоль моря и этот воздух, и горы, это здорово. То есть само море, оно еще вокруг живет, дает возможность тебе, там, кататься на велосипеде, бегать, и это, безусловно, плюс. А скажи, вот из твоих окон, где ты живешь, море видно? Из моих окон, где я сейчас живу, море не видно, потому что зачастую здесь много людей выбирают комплексы. Иногда уже, если ты турок, а я уже, там, почти турок, сколько лет, да, то есть уже море не так важно, важнее какая-то инфраструктура, чтобы там было куча всего для детей, например, и ты готов пожертвовать видом на море, чтобы переселиться куда-то в более какой-то, там, интересный комплекс. Ну, вот если не секрет, в каком ты районе сейчас живешь в Анталии? Это один из прибрежных районов, это Кань-Ялты. Ну, Кань-Ялты знают многие, да, Герусу, это его подрайон, один из таких прибрежных районов, который, действительно, с малоэтажной хорошей застройкой, хороший выход к морю, хороший вид на горы, ну, многие любят этот район. А еще какие районы, ну, вот так вот в Анталии ты бы мог людям порекомендовать? Ну, вот Кань-Ялты, ты уже, да, упомянул, что-то еще может быть? В принципе, есть два района, где иностранцы, там, и тоже, там, где же турки, они любят жить, и это ни в коем случае не центр. То есть, например, в Анталии в центре это старые дома, старые построенные 40 лет назад улочки, никаких, понятно, комплексов, никаких бассейнов, то есть в центре здесь жить непрестижно. А живут люди, назовем так, это не спальные районы, это более такие чуть-чуть удаленные центры, но престижные, хорошие, более тихие, зеленые районы. И вот этот район Кань-Ялты, район Лары, многие знают, район Лары, он потому что тоже обустроенный, тоже очень комфортный. Там, например, есть отличные, потрясающие виды на море с одним маленьким минусом, там, допустим, нет пляжей, потому что он стоит на скале, и ты можешь наслаждаться прекрасными видами, но вот чтобы попасть на пляж, тебе опять надо куда-то ехать. Но вот эти два района, Лары и Кань-Ялты, именно по меркам Анталии, считаются наиболее престижными или наиболее удобными для жизни. А скажи, вот этот знаменитый водопад, да, река, которая прямо стекает в море, это как раз в районе Лара? Это как раз в районе Лара, и вот если ты вот этот классно вспомнил этот водопад, потому что ты поймешь, на какой скале стоит этот район. Он же стекает там 20-30 метров, и вот это фалис называется, эта скала, район Лары стоит вот на этой скале весь. Окей, ты как профессионал в недвижимости, да, ты знаешь, в каких еще городах люди из России, Украины, Казахстана покупают недвижимость русскоговорящая, Анталия, ну да, безусловно. Какие еще города, ну скажем так, популярны? Конечно же, популярный такой город, как Алания. Анталия – это областной центр, а Алания – это город, можем сказать. Наши русскоязычные любят его, потому что там вокруг много разных районов есть. Очень тихий, спокойный город для жизни. Самые популярные, наверное, направления вот эти два – Анталия и Алания. И дальше уже идут Стамбул, например, Мерсин становится популярнее сейчас каждый днем. Измир не так сильно, Фетье, Бодрум – вот такие направления, которые наши еще знают и любят. Ну вот если сравнивать, например, между Анталией, где ты живешь, и Аланией, да, которую ты уже упомянул сейчас, в чем разница принципиальная, вот когда мы думаем именно о жизни, не об отдыхе или там купить и потом сдавать квартиру, а жить самому? Знаешь, в чем основная разница? Все-таки Алания – это больше туристический город. Он живет больше летом, завершением сезона. Многие люди разъезжаются, туристы разъезжаются, и многие комплексы стоят полупустыми. Если в Анталии везде есть постоянная жизнь во всех комплексах, потому что здесь очень много турок, очень много иностранцев, то там это более резортное направление, где больше живет иностранец. Алания, знаешь, для кого будет идеально? Вот кто на пенсии? Или кто хочет, вот я буду жить у моря, я уже там заработал, денег мне не нужно работать, не нужна вся вот эта вот, ну, шум, может быть, да, или инфраструктура. Вот для них это будет идеально, например. Те, кто любят там красоту, в том числе и природу. Но если у людей есть дети, если детям нужно дать образование, то выбор школ частных государственных в Анталии на порядок выше, и в Анталии есть университет. То есть в Алании есть только несколько факультетов. В Анталии есть университет, который может предложить детям хорошее образование. А это образование, кстати, оно будет на турецком, да, естественно? Ты знаешь, есть несколько, вот Анталийский университет, он учит детей и на турецком, и на английском языках. Два языка, на котором человек может выбрать обучение. А на русском может человек учиться в Турции? Ну, ребенок, понятно. Только в частных русских школах. 12-летняя система образования в Турции. Есть две частные русские школы в Анталии, одна школа в Алании, например. И он может учиться на русском языке, безусловно, но не в университете. Насколько смысл есть в образовании на русском языке в Турции? Ты знаешь, я рекомендую всем, я говорю, если вы приехали, и ваша жизнь, ваши цели связаны с Турцией в дальнейшем, вы хотите, чтобы ваши дети жили, учились и работали здесь, то отдавайте детей в турецкую школу. Окей, они могут годик поучиться в русской школе, например, если есть сложности языком. А потом турецкую школу, потому что чем раньше ты отдашь ребенка в эту среду, тем он раньше начнет говорить на турецком языке, дети очень быстро учат, заведет больше друзей, турков в том числе, тем он раньше вольется вот в эту турецкую жизнь, тем проще будет в будущем, допустим, поступать в университет, например, и так далее. То есть мы рекомендуем, конечно, турецкую школу. Кому нужна русская школа? Это те, кто, допустим, может продолжить высшее образование в России вернуться или за рубежом продолжить образование, например, где-то, да. Ну, не хватает у них немножко смелости отдать сразу в турецкую школу, и вот тогда люди обучают своих детей именно в русских школах. Ну вот ты сказал, есть в Анталии русская школа, в Алании, а в Стамбуле-то, получается, нет вот таких школ? Ты знаешь, есть одна школа в Мерсине, и она даже не в самом Мерсине, а, ты знаешь, там строят атомную станцию нашу, да, и поэтому там есть школа для русских детей именно в Селивке, в том районе, где строится, и в том числе есть, конечно, в Стамбуле международная русская школа, называется там Пушкина, да. То есть есть в Стамбуле, есть в Мерсине, есть в Анталии две, есть в Алании. А Стамбул вообще, вот насколько интересен для переезда? Понятно, что это совсем другой город, понятно, что это не Средиземное море совсем. Что о Стамбуле скажешь, есть смысл его рассматривать для жизни? Ты знаешь, если бы ты меня спросил вот сейчас, после 20 лет жизни в Турции, я бы в Стамбуле не жил. Почему это мегаполис? Ну, это, наверное, как Москва, может, даже больше, плюс, учитывая, что в Москве есть метро, в Стамбуле его очень мало, по меркам Москвы почти нет. То есть это мегаполис, который требует от тебя отдать полжизни на то, чтобы ты добирался куда-то на работу, уезжал куда-то на работу и ехал к друзьям, если ты поехал, ты тоже иногда можешь ехать два часа, иногда час. Когда в Анталии с любой точки города, в любую точку города ты можешь доехать за 30 минут, за 40 минут максимум, да, без всяких пробок, то человек после этого не очень готов к таким подвигам, понимаешь, опять ехать по два часа. Но поэтому Стамбул именно для жизни, он не очень комфортен. А он, знаешь, для кого? Он для тех, кто хочет заняться бизнесом, например, и у него же есть какие-то завязки с Турцией, или для тех, кто хочет, чтобы, допустим, его дети потом получали образование и учились в университетах. Потому что, конечно, уровень образования в Стамбуле по школам и университетам, он очень серьезный и очень хороший. Именно для комфортной жизни он не очень подойдет. Ну, а для жизни, с планами устраивания детей в Турцию и своего бизнеса он будет хорошей альтернативой. Ну, вот ты уже сказал, что если, например, нет необходимости как-то сильно работать в Турции, а можно климат и какую-то общую атмосферу выбирать, то, может быть, это Алания. А вот все-таки, а если есть необходимость работать, в каком городе проще найти такую хорошую работу? Ты знаешь, если честно, с работой именно для иностранцев, для русскоязычных в Турции сразу скажу, тяжело. Нельзя ехать сюда с розовыми очками, я приеду, найду какую-то работу и так далее. То есть особенно с официальным устройством. Проще найти работу, например, в регионах Анталии, Алании. Ну, это больше для молодежи, да, там работать в отелях, работать там в туристических компаниях, например. Но когда у тебя там возраст уже какой-то средний, и ты уже не молодежь, на работу тебя как-то сильно не пригласят. И поэтому здесь выходит на первый план, знаешь, специальности, которые могут, допустим, зарабатывать деньги онлайн, которые, допустим, могут учить английскому языку онлайн. Потом, допустим, мастера по красоте, например, маникюр, да, парикмахер или, например, кондитер в том числе. Тут есть русские кондитеры, которые хорошо тебя чувствуют, потому что они нашли свою нишу. То есть если, грубо говоря, если вы там бухгалтер, я не знаю, или вы там финансист, или вы там, особо на работу в Турции не сможете рассчитывать, если вы онлайн не работаете. Ну а если у вас такая прикладная специальность, которая нужна многим, в том числе особенно нашим, которые здесь проживают, это может быть востребовано и интересно. Но ты все-таки считаешь, что как-то вот сфера туризма, гостеприимства, там, может быть, недвижимости, да, она более перспективна с этой точки зрения, вот, поиска работы? Ну, это только для молодых. И то, это нужно знать тебе как минимум английский язык вообще без вариантов. Желательно хоть как-то поговорить по-турецки. И то, это же работа, ну, заработными платами 300-600 долларов в месяц. Тогда можно найти работу, но выбирают больше молодежи. В России, к примеру, да, все стараются в Москву приехать, потому что работы много. В Турции ощущение такое, что надо в Стамбул за работой ехать. Но как раз ты не очень-то рекомендуешь. Нет, 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 в Турции, понимаешь, да, в Стамбул, если ты турок, безусловно, Стамбул предложит гораздо больше вариантов для работы, для устройства и так далее, однозначно. Но если ты иностранец, так как иностранцам нужно обязательно получать разрешение на работу, он не может работать без этого разрешения. Это все непросто. Нельзя сказать, что Стамбул или Анталия или Алания даст им такие варианты вот прямо сейчас. То есть нельзя рассчитывать на то, что я приеду и сразу устроюсь на работу. Ну, только если ты не обладаешь какой-то там редкой, востребованной специальностью. Но люди себя как-то находят. Ты понимаешь, кто-то там учит детей танцам, кто-то там открывает свой фотоцентр. Как-то люди себя здесь все равно находят, безусловно. Ну, было бы желание, пожалуй. Да, да. А вот скажи, Мерсин, да, вот упомянул уже пару раз город, о котором не сильно многие знают, он не очень на слуху. Что за место такое и в чем интерес именно Мерсина? Ты знаешь, это достаточно, скажем так, недавно люди о нем узнали. Ну, буквально год-два активно. Он действительно предлагается, наверное, лет все-таки там 7-8 он и есть на рынке. В чем его основное преимущество? Я тебе просто открыто скажу. Цена на недвижимость в Мерсине сейчас, она ниже, чем в Анталии или в Алании, примерно, ну, в два-два с половиной раза. То есть, если ты в Анталии и в Алании уже не купишь ничего за 40 тысяч евро близко к морю, но это исключено, то в Мерсине ты это сможешь сделать, например. И одновременно это город со своими университетами, кстати, своими школами, где человек себя будет чувствовать так же комфортно, инфраструктурно. Там есть газ, как в Анталии, например, важно для тех, кто хочет чувствовать себя комфортно зимой. Окей, там еще какие-то не такие связки с аэропортом, потому что, чтобы попасть в Мерсин, нужно лететь в Стамбул-Адана или Анталия-Адана, потом ехать в Мерсин. Но, если ты спросишь меня, с каждым днем он будет становиться все популярнее. Кроме цены на недвижимость и инфраструктуры, что-то еще такое интересное можешь назвать? Это большой портовый город, один из самых больших портовых городов Турции. И оттуда уходят в основном все поставки цитрусовых из Турции. То есть это для тех, кто думает делать какой-то бизнес, у кого есть какой-то опыт, связанный с поставками овощей и фруктов. Мерсин может быть интересным вариантом, потому что это большие портовые ворота именно торговли. Он может быть интересным для тех, кто планирует активный бизнес и кто знает, что он делает. А в каком, кстати, городе вообще больше всего русских сейчас? В Анталии или в каком-то другом? По ощущениям, это, безусловно, Анталия. Даже, думаю, гораздо больше, чем в Стамбуле. Несмотря на то, что Стамбул это большой город, то есть это Анталия. И потом уже, наверное, идет Алания, Стамбул, вот где-то так. Русскоязычное комьюнити, да? Ну вот люди, которые как-то друг с другом на русском языке в Турции общаются. Насколько это вообще вот важно? Ты знаешь, я тебе скажу, это важно. Во-первых, люди, которые приезжают, они хотят чувствовать какую-то поддержку, они хотят чувствовать какое-то плечо. Они хотят иметь людей, которые посоветуют им, как жить в этой непонятной Турции на первое время, которые поделятся своим опытом. Им нужно, чтобы дети, которых они привозят, они тоже могли там дружить со своими сверстниками и говорить на одном языке. Ходить в какие-то кружки по танцам, по карате, тоже на своем языке. Или иметь детский садик и школу на русском языке. Это важно, потому что здесь есть, допустим, во всех этих регионах, особенно в Анталии, большая диаспора, именно русское общество, которое открыто для всех русскоязычных, не только для русских, и которое помогает своим соотечественникам. Здесь замечательно есть Марина Сорокина, которая руководит этим обществом, и которые помогают соотечественникам по всем вопросам. Вот во время пандемии были наши соотечественники с проблемным положением, например, не могли выходить из дома, не было денег, они собирали какие-то посылки продуктовые. Реальная история тебе расскажу. Они привозили эти посылки по адресам нашим соотечественникам, пенсионерам, которые как по каким-то причинам не могли выйти, нельзя было выйти. То есть вот такая поддержка в незнакомой стране, она, я думаю, важна. А вот это вот ты все рассказываешь про Анталию, да? Я рассказываю про Анталию, да. Это было про Анталию, потому что я здесь живу. Но русское общество есть и в Алании, и в Стамбуле также. А знаешь, еще, Сергей, есть такая точка зрения, чтобы достигнуть чего-то большего в новой стране, нужно, наоборот, как можно меньше общаться с соотечественниками, как можно больше общаться с местными. Вот ты как на это смотришь? Я смотрю на это абсолютно положительно, да, потому что это сейчас даже больше мой вариант. Я занимаюсь бизнесом, и общение происходит в основном, безусловно, с турками здесь. Это действительно так. Но здесь, еще раз говорю, еще огромным плюсом будет для людей, потому что турки абсолютно открыты для общения. Они абсолютно открыты для помощи. Они абсолютно открыты для коммуникации с чужими людьми. Это будет сделать просто. Главное, вот сделать первый шаг. А не очень, да, зависит, грубо говоря, турок в Стамбуле или турок в Алане? Они все равно будут открытыми? Они все равно будут открытыми, кроме того, что, конечно, Стамбул, как и любой мегаполис, он накладывает немножко отпечаток на людей. Ты понимаешь, люди всегда постоянно куда-то бегут, постоянно куда-то спешат, как в Москве. Постоянно надо куда-то успеть. Это не так, как в Алане. Если в Алане или в Анталии ты можешь остановиться, они тебе там могут 20 минут рассказывать, куда-то пройти, даже взять за руку и проводить. В Стамбуле вряд ли вас проводят за ручку. Но по-прежнему открыто, и все, и расскажут, и помогут. Ну, в общем, главное не бояться и пытаться как-то вступить в контакт. Абсолютно верно. Ну, давай вот еще в завершении попробуем несколько таких ситуаций разобрать. Я тебе буду ситуацию говорить, а ты мне вот свои рекомендации. Давай, давай попробуем. Вот, предположим, в Турцию едет молодой человек, получивший высшее образование, хочет каких-то амбициозных целей, готов работать, подниматься как-то, в общем, хочет большего. Куда ему податься? В какой город? Ой, ты знаешь, сложный вопрос задал. Куда ему податься? В какой город? Безусловно, таким людям первое время нужно рассчитывать на то, что они, или у них будет финансовая подушка безопасности, как минимум на год, и тогда все равно, какой город. Или у них будет возможность, допустим, онлайн-работы, там, фрилансер, то тоже тогда, в принципе, все равно, какой город. Ты знаешь, например, зависит от специальности еще человека, да? Например, здесь может себя найти там фотограф, или человек, который может делать качественные видео. Тогда ему можно лучше выбирать, например, Анталию и Аланию, где здесь много наших соотечественников, здесь можно устраивать фотосессии, например, какие-нибудь рекламные ролики, там, в том числе рекламные, там, для застройщиков, агентств недвижимости, либо как-то еще. Немножечко надо смотреть на твою специальность, профессию, именно то, что ты можешь предложить, и то, чего не могут турки. Наверное, если я тебя спрошу про бизнесмена, тоже ты не дашь такого определенного ответа, да? Будет зависеть от того, что за бизнес? Абсолютно не дам такого ответа. Будет зависеть, что за бизнес. Если это какие-то там фабрики, заводы, там, текстиль, это Стамбул. Если это, допустим, бизнес, связанный с сельскохозяйственной продукцией, то центр, допустим, сельскохозяйства – это Анталия. Отсюда идут все помидоры, огурцы и так далее. Если цитрусовая, то, может быть, мерсин, ты понимаешь? Нет такого стандартного ответа. Все в деталях, если честно. А если семья с маленькими детьми, и, к примеру, отец там где-то в России все-таки зарабатывает деньги, супруга, дети большую часть времени проводят в Турции? Однозначно Анталия. Тогда здесь ответ один. Потому что дети, ты сказал слово «дети», да? Если здесь дети, это им нужны кружки, это им нужны школы, это им нужно дальше университет, соответственно. То есть выбор именно в Анталии в этом отношении гораздо больше. Ну а если, наоборот, дети выросли, все оперились, семейная пара пенсионеров хочет спокойно проводить лучшие годы взрослой жизни, ну, уже пожилые, если. Тогда выбор шире. Они могут выбрать, например, но опять не Стамбул. То есть тогда это может быть Алания, тогда это может быть Анталия, тогда это может быть такие маленькие городки курортные, как Кимер, например. Сиде даже в том числе, там Бодрум, Фетия с единственным. Но человек должен хорошо понимать, что в Турции тоже есть зима. В Турции здесь также работает отопление. И в многих регионах по-прежнему нет еще природного газа. Например, там Фетия или в Алании нет газа. То есть вы не сможете отапливать газом и ходить в рубашке, как вы привыкли. Более большие города, как Мерсин и, например, Анталия, это есть. То есть здесь еще нужно смотреть, насколько ты любишь комфорт, насколько тебе важно проживать зимой и делать вот такой вот выбор согласно этому. Ну окей. На самом деле выбор широкий, это здорово и очень воодушевляет вот то, что ты говоришь, что турки, они помогут. Потому что, по-моему, это очень важно. Да, безусловно. То есть именно на житейском атмосфере они помогут. Бизнес это немножко другое. Чтобы делать бизнес с турками, там, соответственно, нужно придерживаться более других определенных правил. Но когда касается именно жизни, общения с людьми, то турки, безусловно, помогут и пойдут на встречу. Сергей, спасибо. Я напомню, что мы с Сергеем Волченковым разговаривали. Сергей руководит агентством недвижимости Tolerance. Как мы теперь узнали, живет в Анталии 19 с лишним лет и очень этим доволен. Так что если какие-то вопросы про Анталию, про Турцию и вообще про жизнь, то, пожалуйста, Сергей, я думаю, ответит. С ним всегда можно связаться. Ну, а я, Сергей Рымов, прощаюсь. И, Сергей, спасибо тебе еще раз за интересную беседу. Спасибо, Сергей, за приглашение. Было очень приятно. Реальная жизнь не похожа на глянцевую открытку. Переезжая в другую страну, люди открывают для себя новый, непривычный мир. Мы беседуем с теми, кто обосновался за рубежом, и говорим о повседневной жизни. ProLife. Проект портала Life Overseas. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова